Самые известные кибератаки Самые известные кибератаки как хакеры угрожают миру. Коммерсант от 29 июня 2017 года, 16-28 новый вирус и шифровальщик Петчер атаковал компьютеры на Украине, в России и других странах мира. Твердый знак вспоминает другие яркие эпизоды Кибервайн. Титановый дождь бронзовая ночь Далай-Лама под колпаком атака на ядерные объекты Ирана червь по почте Кибермеч против саудитов Атака на ливанские банки Пламя против атома Октябрь шагает по планете Хвостатый вирус Вирус по сети Блэкаут на Украине Вмешательство в американские выборы Вымогательство по корейски Титановый дождь Вирус Тайтан Рейн Год создания слеж обнаружения 2003 основная мишень Госучреждение США страна происхождения атаки Группа хакеров Китай слеж Тайтан Рейн Цель Шпионаж в 2003 году Государственные учреждения США А также несколько американских оборонных компаний Подверглись серии скоординированных кибератак Целью которых было получение доступа к секретной информации Специалист по компьютерной безопасности Шон Карпен Террис Сандия Нашнел Лабораторис Идентифицировал в качестве источника угрозы хакеров Из китайской провинции Гуандун Но при этом сам стал фигурантом расследования ФБР Поскольку для того, чтобы проследить вредоносную активность Занимался незаконным взломом компьютеров за рубежом Бронзовая ночь вирус ГОС Атака год создания слеж обнаружения 2007 основная мишень Государственные учреждения Эстонии Страна происхождения атаки Группа хакеров Россия цель Политическая в апреле Мае 2007 года На фоне массовых беспорядков Вызванных демонтажем бронзового солдата в центре Таллина Сайты правительственных учреждений Средств массовой информации Политических партий Частных компаний и банков Эстонии Периодически падали в результате мощных ГОС Атак Эстония обвинила в атаке Поддерживаемых официальными российскими властями хакеров В 2009 году депутат Госдумы Член российской делегации в пассе Сергей Марко В ходе видеоконференции заявил, что ГОС Атаку случайно организовал один из его помощников Далай-Лама под колпаком вирус ГОСНЕТ Год создания слеж-обнаружения 2009 основная мишень Индия ООН Далай-Лама Страна происхождения атаки Группа хакеров Китай Цель Политическая В 2009 году исследователи из Торонто выявили кибершпионскую сеть Проникшую через содержавшиеся в сообщениях электронной почты Трояны в 1295 компьютеров как минимум в 103 странах мира В числе пострадавших оказались посольства СМИ, НКНУ, а также организации Связанные с находящимся в изгнании в Индии Далай-Ламы Который, по всей видимости, был основной или первоначальной целью Бот-Нета В качестве одного из адресов, с которого осуществлялась рассылка, злоумышленники использовали А более 70% командных серверов сети находились в Китае Атака на ядерные объекты Ирана Стокснет Год создания слеж-обнаружения 2010 основная мишень Организации, связанные с ядерной программой Ирана Страна происхождения атаки Группа хакеров США, Израиль Цель, саботаж Стокснет Считается одной из самых совершенных вредоносных компьютерных программ Способной наносить ущерб не только компьютерной инфраструктуре Но и реальным физическим объектом Своего рода первым настоящим кибероружием По разным оценкам, распространявшийся с помощью USB Носителей червь сумел вывести из строя от 980 до 2000 центрифуг по обогащению урана в иранском ядерном центре на ТАНС Получив контроль над промышленными автоматическими системами управления По данным СМИ, стоимость разработки Стокснет Составила 100 миллионов долларов червь по почте вирус Год создания слеж-обнаружения 2011 основная мишень ТНК в Европе и на Ближнем Востоке Страна происхождения атаки Группа хакеров США, Израиль Цель, промышленный шпионаж Сходный в программном отношении СО Стокснет Червь Распространялся посредством электронной почты Используя уязвимости в операционной системе Windows По экспертным оценкам И ДЮКу Название дано по первым буквам названия файлов ДЮКу Куда сохранялась похищенная информация И Стокснет Разрабатывались одной и той же командой Вероятно, сотрудниками Американского агентства национальной безопасности И израильского подразделения 8200 В рамках одной кибервоенной операции В которой ДЮКу Выполнял шпионские задачи А Стокснет Ударные Кибермеч против саудитов Вирус Шамун Год создания Слеж-обнаружение 2012 Основная мишень Компания Сауди Аранко Саудовская Аравия Страна происхождения атаки Группа хакеров Иран Слеж Цель Саботаж Политическая В 2012 году более 35 тысяч компьютеров Внутренней сети Крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Саудовской Сауди Аранко Были заражены вирусом Шамун И.Т. Инфраструктуре компании был нанесен значительный ущерб Но на производственной деятельности вирус По официальным данным Не сказался Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров под названием Cutting sword of justice За которой предположительно стоял Иран Мотивировавшая свою акцию репрессивными действиями Саудовской Аравии на Ближнем Востоке Атака на ливанские банки вирус Гаус Год создания слеж-обнаружения 2012 Основная мишень Банки Ливан и страна происхождения атаки Группа хакеров США Израиль Цель Шпионаж В 2012 году лаборатория Касперского объявила об обнаружении вируса под названием Гаус Отнесенного к категории кибероружия Но при этом работающего по принципу банковского трояна Похищающего финансовую информацию с зараженных компьютеров В том числе и введенные пароли Основной удар пришелся на крупнейшие ливанские банки Банк в Бейрут Блонбанк Библостбанк И Кредит Ливанайз Случаи заражения также были зафиксированы в Израиле и на палестинских территориях По данным СМИ, целью атаки был сбор информации, касающийся связей банков Ливана с террористами Пламя против атома Вирус Флейн Год создания Слеж-обнаружение 2012 Основная мишень Ближний восток Страна происхождения атаки Группа хакеров США Израиль Цель Шпионаж В 2012 году лаборатория Касперского выявила самый технически совершенный на тот момент, а также, по всей видимости, самый большой в истории, объемом 20 мегабайт, шпионский вирус под названием Флейм Также известный как Скайвипа И Флейма Для сравнения, размер до сих пор самого эффективного с точки зрения достигнутого результата кибервируса Стакснет Составлял всего 500 килобайт Согласно экспертным оценкам Флейм Также, как и Стакснет Был направлен против ядерной программы Ирана, где было обнаружено большинство зараженных компьютеров Октябрь шагает по планете вирус Ред Октобер Год создания Слеж-обнаружение 2013 Основная мишень Госучреждение по всему миру Страна происхождения атаки Группа хакеров Россия Цель Шпионаж В 2013 году лаборатория Касперского сообщила о вирусе под названием Red October Собирательном названии серии кибератак по всему миру Направленной против правительственных учреждений Исследовательских институтов Энергетических, аэрокосмических и оборонных компаний Вирус преимущественно использовал уязвимости в продуктах Microsoft Office Для сбора секретной информации Судя по особенностям программного кода, вредоносные модули были созданы русскоязычными специалистами на базе китайских наработок Хвостатый вирус Вирус Год создания Слеж-обнаружение 2014 Основная мишень Западные оборонные компании Страна происхождения атаки Группа хакеров Россия Слеж Цель Промышленный шпионаж В 2014 году германская антивирусная компания G-Data Опубликовала отчет о вредоносной программе под названием Eurebras Исходя из элемента кода A0BASGTU По имени мифического змея, кусающего самого себя за хвост Вирус похищал файл из зараженных компьютеров и перехватывал сетевой трафик Целью атаки были в основном западные компании военно-промышленного комплекса По данным G-Data Создатели Eurebras Вероятно, связаны с российскими спецслужбами и стоят за атакой в 2008 году на Минобороны США с помощью червя Agent.btz Вирус по сети Вирус Reagan Год создания Слеж-обнаружение 2014 Основная мишень Госучреждение стран Европы Страна происхождения атаки Группа хакеров США Великобритания Цель Шпионаж В 2014 году лаборатория Касперского и компания Simantk Обнародовали информацию о кибершпионской платформе Reagan Отличительной особенностью которой была возможность проникать в сети GSM Больше всего зараженных компьютеров обнаружилось в России, Саудовской Аравии, Ирландии и Мексике, в одной из неназванных ближневосточных стран Reagan Сумел организовать Peer-to-peer Сеть, включающую президентскую администрацию, исследовательский центр, университет и банк Также вирус нашли на USB Носители в офисе канцлера Германии Ангела Меркель Блэкаут на Украине Вирус Black Energy 3 Год создания слеж-обнаружения 2015 Основная мишень Энергетика Украины Страна происхождения атаки Группа хакеров Россия цель Саботаж В декабре 2015 года украинская энергосбытовая компания K-Wobble Energo сообщила о незаконном вмешательстве третьих лиц в работу системы мониторинга и управления SCADA В результате чего произошло временное отключение электроподстанций Всего электроэнергии на непродолжительный срок лишились более 225 тысяч человек Вредоносный троян под названием Black Energy 3 Проник во внутреннюю сеть компании через инфицированные электронные письма Власть Украины обвинили в причастности к организации атаки России Вмешательство в американские выборы вирус X-Agent Год создания слеж-обнаружения 2016 Основная мишень Демократическая партия США страна происхождения атаки Группа хакеров Россия слеж Fancy Bear Cozy Bear Цель Политическая в 2016 году группы хакеров Известные под названием Fancy Bear И Cozy Bear Осуществили взлом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии США Используя вирус X-Agent В результате несколько тысяч писем руководства Демпартии, в том числе с конфиденциальной информацией, были опубликованы на ресурсе Wikileaks Выдвинутая в качестве кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон, проигравшая впоследствии кандидату от республиканцев Дональду Трампу, публично обвинила в атаке России Вымогательство по корейски вирус WannaCry Год создания слеж обнаружения 2017 основная мишень Пользователи по всему миру страна происхождения атаки Группа хакеров KNDR слеж Lazarus Цель Политическая в мае 2017 года программа Вымогатель WannaCry Заблокировала доступ больше чем к 230 тысячам компьютеров в 150 странах мира, требуя выплаты доллар 300-600 в криптовалюте биткоин за снятие блокировки Согласно расследованию Британского национального центра по кибербезопасности, вирус запустила северокорейская группа хакеров Lazarus Известная взломом серверов Sony Pictures Из-за релиза фильма «Интервью», в котором фигуирует лидер КНДР Ким Чон Ин По последним доступным оценкам, злоумышленникам удалось заработать всего 50 тысяч долларов Автор-составитель, Вадим Зайцев Самое важное в канале Коммерсант В Телеграм Автор-составитель, Вадим Зайцев